Сегодня поговорим на очень интересную тему. Мне уже сделали больно или как мужчины переживают расставание с женщиной? Вопрос действительно очень актуальный, потому что многие девушки по разным причинам после расставания с мужчиной своим интересуются, а как он сейчас? Или, например, спрашивают, а почему мы не успели расстаться, а он уже с другой женщиной? А почему мы не успели расстаться, а он уже женился? И так далее, и так далее. Да, действительно, процесс расставания мужчины и женщины отличается друг от друга. Какие-то моменты похожи, какие-то действительно абсолютно разные. Сегодня попробуем разобраться, что это за категория такая мужчин, которые после расставания с женщиной моментально бегут в новые отношения и пытаются там найти утешение. Прежде чем мы перейдем к более подробному рассмотрению этой темы, я, конечно, напоминаю девушкам о том, что у нас каждый месяц проходит бесплатный онлайн-курс. Я такая одна, удобная или уникальная. Это уникальная программа, которую уже, в принципе, просмотрело более 200 тысяч женщин. Я действительно не стесняюсь этого и хвастаюсь. И мне очень приятно, что уже больше 200 тысяч женщин прослушали эту программу. Поэтому, если и вы хотите подчеркнуть для себя много полезной информации, повысить свою самооценку, осознать и понять, почему у вас не получаются отношения с мужчинами, переходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь и принимайте участие. Итак, вы познакомились с мужчиной, который, в принципе, готов к отношениям, как он говорит, но к каким отношениям – большой вопрос. Он готов обнимать вас, готов целовать вас, готов ложиться с вами в постель, но по какой-то причине не готов вступать в серьезные отношения, то есть уходит от ответственности. И, как правило, объяснение очень простое. Мне уже сделали больно, и я сейчас не готов к серьезным отношениям. И в этот момент женщина начинает включать такие всевозможные, применять всевозможные инструменты для того, чтобы показать мужчине, какая она классная, какая она удобная, какая она утешительница, что рядом с ней он может чувствовать себя в безопасности, что она вся такая вторая мамочка для него. «Я тебя прекрасно понимаю», пытаться его переубедить, заслужить его внимание и любовь. Вот если говорить очень просто, то в такой ситуации, конечно, с таким мужчиной даже не стоит продолжать общение. Нужно просто оставить его в покое, дать ему возможность побыть наедине с собой. Вы спросите, почему я именно с этого начал этот выпуск? Все очень просто. Да, действительно, многие мужчины, расставаясь со своими женщинами, очень быстро находят себе другую. Другую не для того, чтобы проявить свои чувства, другую не для того, чтобы построить с ней совместное будущее, а другую, для того, чтобы уйти от состояния боли, от состояния мучений душевных и не только душевных. Почему я об этом говорю? Мы с вами прекрасно понимаем, что за тот период времени, пока мужчина и женщина находятся вместе, они успевают структурироваться друг под друга. Что значит структурироваться? Это значит, что и гормональная система, и нервная система, и очень многие другие системы, и наша психика адаптируются в отношениях. Там есть общие биоритмы, там есть общие биологические часы, там формируются общие нейроассоциации. То есть там очень много процессов, которые объединяют мужчину и женщину. Естественно, формируется очень сильная зависимость, от нее тоже никуда не уйдешь. Формируются привычки устойчивые. То есть отношения — это целый механизм, это целая структура. И когда из этой структуры мы выпадаем, естественно, нас начинают терзать и мучать разные состояния. Это и зависимость, в прямом смысле слова, зависимость от тех или иных эмоций, зависимость от чувств, зависимость от тех или иных гормонов. То есть нам хочется быть рядом с человеком или хотя бы проживать те же состояния, которые мы проживали рядом с ним. И вот если мы, например, берем женщину, то женское расставание, оно действительно отличается тем, что женщина уходит в себя. Она может впасть в состояние апатии, в состояние депрессии, грустить, плакать, все, что угодно. Да, бывает исключение из правил, когда девушки не успели расстаться, она уже бежит к другому. Но здесь нет, не в этом дело. А почему женщина не убегает так быстро? В ее организме по-прежнему достаточно активен окситоцин, который начал свою работу, активную работу рядом с мужчиной в отношениях. Пока действие окситоцина находится на таких пиковых показателях, пока еще действуют все ранее перечисленные мной процессы, и гормональные, и психологические, женщина, уже расставшись с мужчиной, еще как будто бы до сих пор с ним в отношениях. И, возможно, будет неправильно сказать, именно в такой формулировке, но женщины гораздо более мужественно переносят расставание, нежели мужчина. Мы, мужчины, в большей степени трусливы перед состоянием апатии, депрессии, трусливы перед состоянием никчемности и ненужности. То есть для мужчины осознавание, осознать то, что он никому не нужен, это катастрофа. Это хоть бери и стреляйся. Именно по этой причине мужчина, когда остается, он тут же находит себе замену, либо начинает общаться с девушками, например, легкого поведения, исключительно для того, чтобы не столкнуться с истиной. С какой истиной? Посмотреть в глаза к себе, просто себе в глаза, в зеркало, и признаться в том, что ты где-то накосячил, что ты повел себя не по-мужски, что ты не состоялся как мужчина. То есть он не уходит в достижение, он не уходит в карьеру, он не уходит в спорт, он уходит в другую женщину. И многие девушки, которые расстаются с мужчинами и узнают о том, что их молодой человек или бывший муж уже в отношениях, они начинают копошиться в себе, обвиняя себя в том, что якобы я какая-то не такая, может быть во мне что-то не так, а вот он на мне не хотел жениться, а тут уже предложение делает, а вот он со мной не хотел строить серьезные отношения, а уже побежал строить серьезные отношения вроде бы. Девушки пытаются найти в себе какие-то изъяны, не нужно в себе этого искать. Мужчина уходит к другой не потому, что вы хуже. Вы расстались, он убежал только лишь для того, чтобы не переживать тех мучительных процессов, которые вы переживаете в момент расставания. Вы можете рыдать, плакать, гормональная система в состоянии стресса находится, нейроассоциации возвращают вас обратно в отношения, вы видите перед собой, возможно, предметы, которые вам напоминают о мужчине, мебель, которая напоминает о мужчине, подарки, музыка и многое-многое другое. Мужчины в этом плане, конечно, немного трусливее. В этом ничего такого зазорного нет, я говорю сейчас про всех мужчин и про себя в том числе. То есть в редких случаях мужчина после расставания действительно входит в такое состояние самоанализа, самопознания. Как правило, эти расставания связаны с тем, что по отношению к мужчине поступили несправедливо, возможно, его предали, изменили, бросили. А он при этом очень сильно любил, был привязан к своему партнеру, то есть к своей женщине. Вот в таких случаях, да, действительно, мужчина проживает боль, мужчина проживает дискомфорт, тоже предрасположен к апатии, к депрессии, уходит в себя, становится достаточно замкнутым и закрытым. Такие мужчины, как правило, не торопятся бежать куда-то в новые отношения, даже просто в легкие отношения, там, где можно заняться сексом. Нет, они стараются все-таки побыть в одиночестве и восстановиться. Это только в том случае, когда мужчина, расставшись с женщиной, расставался с ней не по своей воле. А если мы говорим про отношения, которые, например, все шло к тому, что произойдет расставание, мужчина уже был готов к этому, то, конечно, здесь ситуация совершенно другая. Плюс не забывайте о том, что мы, мужчины, удивительны действительно в своем строении, так же, как и женщины удивительны. Если, например, мужчина уходит из семьи, он не уходит оттуда неподготовленным, да, или мужчина не расстается с женщиной без подготовки. То есть сам процесс расставания для мужчины, развод или уход от женщины, он достаточно противоестественен для него. И для того, чтобы уйти от своего партнера, мужчине необходимо какое-то время, чтобы расстаться с ней, еще находясь с ней. То есть расстаться психологически, эмоционально и чувственно. И вот он вроде бы с женщиной в отношениях, они вместе, но он, находясь в отношениях, проходит этапы расставания. И когда он вышел из отношений и моментально начинает новые, это происходит и в том числе потому, что с вами он расстался уже давным-давно. То, что вы находились на одной территории или, возможно, даже спали в одной постели, не говорит о том, что ваши отношения закончились в тот период, как он ушел, именно в тот момент. Нет. Отношения могли у него с вами закончиться гораздо более раньше. Полгода назад, а может быть год назад. К сожалению, есть такие пары, которые проживают вместе, а расстались друг с другом уже давным-давно. Так же, как есть, знаете, пары, которые живут вместе, а познакомиться никак не могут. Тоже уникальные личности. Поэтому я очень надеюсь, что вы все-таки, прослушав это видео, просмотрев, поймете. Первое. Если мужчина создает быстро отношения после расхода с вами, это желание уйти от душевных мучений, от депрессии, апатии, от понимания того, что ты не мужчина, ему очень нужно чувствовать себя мужиком востребованным. Второе. С вами мужчина уже расстался давным-давно, то есть в его сознании, в его сердце уже вас давным-давно нет. Но фактически расставание произошло вот-вот. Третье. Вы ничем не хуже. Нужно себе копаться в себе и пытаться отыскать в себе минусы и недостатки, что если он быстро вошел в отношения, то значит вы какая-то плохая. Запомните это раз и навсегда. И очень важный момент, который я хотел затронуть в этом видео, это, конечно же, то, что очень многие мужчины, как я и начал, рассказывают женщинам о своем болезненном расставании с женщиной и говорят о том, что вот мне уже сделали больно, поэтому я пока не готов к серьезным отношениям. Вот как только слышите подобную фразу от мужчины, ставьте сразу точку в общении с ним. Вам прямым текстом говорят, я готов тобой пользоваться, но не готов брать ответственности за тебя. Я надеюсь, что в этом видео я немного приоткрыл занавес и ответил вам на те вопросы, которые вас беспокоили. Да, мужчины тоже умеют страдать, да, мужчины умеют переживать расставание, если это расставание против его воли. Все остальное, о чем я сегодня говорил, не знаю, к сожалению, либо к счастью, истина и правда. Еще раз напоминаю, что у нас каждую неделю проходит бесплатный онлайн-курс, я такая одна, удобная или уникальная. Это удивительная программа, уникальная программа для абсолютно любой женщины, которая хочет стать счастливой. Не просто для женщины, которая хочет прочитать какую-то огневую, нет, или посмотреть какую-то программу, нет, это курс терапевтический, который поможет абсолютно каждый из вас осознать первопричину своих проблем и что-либо изменить в жизни. Программу можно проходить из любой точки мира, где бы вы ни находились, главное, чтобы у вас был интернет. Ссылка находится в описании под этим видео, нажимайте на нее и присоединяйтесь к сотням тысяч девушек, которые уже прошли этот курс. С вами был Марк Бартон, до скорых встреч и пока-пока.